Знаете ли вы, что жизнь измеряется количеством вдохов и выдохов? В тибетской медицине есть такой подсчет. Жизнь это 777 миллионов 600 тысяч таких дыхательных циклов. 21 600 в день. Все, что больше, потеря. Дышать быстро означает быстрее черпать этот ресурс. Замедление дыхания продлевает жизнь. Но давайте попробуем разобраться, почему медленное дыхание эффективнее быстрого. Я уже говорил ранее, что понимание и овладение дыханием состоит из трех или даже четырех составляющих. Если вы занимаетесь дыханием или учитесь этому, задайте себе или своему инструктору вопрос. Что вы об этом знаете и как вы это реализуете? Это биомеханика, биохимия, биопсихика и еще биофизика. Замедление дыхания в первую очередь связано с биохимической составляющей дыхания. Прежде всего отмечу, что дыхание состоит не только из вдоха и выдоха воздуха, собственно, в легкие. Вентиляция воздуха – это лишь первая фаза дыхания, в которой мы наполняем альвеолы легких воздухом. За вентиляцией легких следует газообмен, где кислород из альвеол попадает в русло крови, а углекислый газ из крови в альвеолы легких. При этом кислород захватывается молекулами гемоглобина, которые находятся в эритроцитах – красных кровяных клетках. Далее с крови кислород доставляется к конечному потребителю – тканям, клеткам нашего организма, где происходит третья, заключительная фаза дыхания, когда кислород поглощается клетками. В некоторых случаях рассматривается еще и четвертая стадия дыхания – внутриклеточная, на уровне энергостанции клетки, так называемых митохондрий. Но мы пока ограничимся тремя рассмотренными фазами. Итак, мы вдыхаем из воздуха примерно 21% кислорода, а выдыхаем примерно 16-17% обратно. То есть мы получаем только 4% от объема воздуха, получаемого на вдохе, а не 21%. Другими словами, несмотря на то, что первая фаза дыхания – вентиляция легких – дает нам 21% кислорода от объема вдыхаемого воздуха, вторая фаза – газообмен – оставляет от него лишь 20%, остальное мы выдыхаем обратно. Прежде всего, при быстром вдохе, особенно ртом, воздух попадает в верхней части легких, где газообмен намного меньше, чем в нижней части легких. Другими словами, если мы вдыхаем ртом, это ускоряет дыхание и снижает газообмен. Если мы вдыхаем через нос, это замедляет дыхание и доставляет воздух в нижней части легких. Одно это – дыхание через нос увеличивает поглощение кислорода на 20%. Но если мы еще и далее замедляем и задерживаем дыхание после вдоха, например, или после выдоха, то газообмен становится более эффективным. Из одного вдоха мы можем получить гораздо больше кислорода при том же объеме на вдохе. Собственно говоря, задержка дыхания – это просто более радикальный способ замедлить дыхание. Правда, при задержке есть еще и другие функции, например, познание пустоты в УДЗИ, контакт с душой и т.д. Но об этом обязательно расскажу отдельно. Чем больше мы замедляем или дольше задерживаем дыхание на вдохе, например, тем больше кислорода мы извлекаем за один дыхательный цикл. То есть вторая фаза дыхания, связанная с газообменом между легкими и кровью, становится более продуктивной. Во время замедления или задержки дыхания организм продолжает вырабатывать в процессе своей жизнедеятельности углекислый газ. То есть при более медленном дыхании мы получим просто больше углекислого газа за один и тот же дыхательный цикл. Чем больше углекислого газа в крови, тем больше расширены сосуды и, соответственно, больше кислорода будет доставлено конечному потребителю кислорода клеткам организма. Что скажется на третьей фазе дыхания – усвоении кислорода клетками. Но помимо количественного фактора, связанного с расширением сосудов, играет роль и качественный – чем больше углекислого газа в организме, тем больше кислорода будет усвоено клетками. Есть закон Бора, согласно которому количество, отданного гемоглобином кислорода, будет зависеть от того, насколько больше или меньше углекислого газа в крови. Здоровой нормой считается 6-6,5% углекислого газа в нашей крови. Другими словами, конечная фаза дыхания, а именно на уровне конечного потребителя, т.е. клеток, оно зависит не только и не столько от наличия кислорода, сколько от наличия углекислого газа. Чем реже и медленнее дыхание, тем больше поглотится и усвоится кислорода, так как для поглощения нужно время, а для усвоения – углекислый газ. Чем дольше дыхательный цикл, тем больше углекислого газа в организме, тем больше кислорода будет усвоено. Чем короче и чаще дыхание, тем меньше поглощение кислорода, т.е. газообмен, и усвоение также падает, так как организм вырабатывает просто меньше углекислого газа. Такова биохимия процесса. Чем быстрее дыхание, тем ниже энергетическая эффективность дыхания, тем меньше у вас будет сил, энергии, выносливости, тем хуже фокус, внимание и мыслительные способности. И тем быстрее приближается старость, и тем короче становится жизнь. Ведь мы просто быстрее исчерпаем положенный нам на жизнь ресурс и лимит дыхания. Чем медленнее дыхание, тем оно полноценнее, эффективнее, продуктивнее. Тем больше у нас энергии, сил, тем меньше износ организма, тем медленнее мы стареем, и тем дольше мы можем жить полноценной и активной жизнью. Поэтому в дыхательной аптеке медленное дыхание является одним из трех наиболее важных параметров и приоритетов дыхания. Об этом я расскажусь и поделюсь методами на мастер-классе «Дыхательная аптека» уже в предстоящую субботу. Регистрируйтесь по ссылке в описании к видео. Если вам интересна тема и вы также хотите помочь родным, близким, кто может нуждаться в таких знаниях, делитесь ссылкой. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу «Дыхательная аптека». Ссылка также в описании к видео.